Увеличивается в больницах республики количество мест для больных COVID-19. 90 коек подготовили в Федеральном центре травматологии в Чебоксарах. Сегодня в Рио главы республики Олег Николаев проверил готовность стационара к приему пациентов. Как будут лечить заболевших коронавирусом, расскажет Рифат Фадкулин. Помещения центра разделены на чистую и грязную зоны. Это сделано для того, чтобы исключить контакт с зараженного коронавирусом с персоналом. Медучреждение по распоряжению правительства России удалось перепрофилировать за две недели. У нас развернуты три отделения для очень тяжелых больных, для тяжелых больных и средне-тяжелых больных. Ну и, конечно же, реанимационное отделение на 17 коек. ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, компьютерный томограф, рентген-комплекс, лаборатории. К работе с COVID-19 готово все. С одной стороны, это приятно, что вот такой оснащенный центр может предоставить все необходимую медицинскую помощь людям, которые болеют новой коронавирусной инфекцией. С другой стороны, есть сожаление, что другие функции, для которого предназначен данный центр, к сожалению, в это время не будут реализовываться. Ну и поэтому перед нами стоит задача максимально в кратчайшие сроки добиться того, чтобы спала напряженность, чтобы, как, если так можно выразиться, победить эту новую коронавирусную инфекцию в Чувашской республике. Ну и вернуться к тем функциональным задачам, для которого и предназначен данный центр. Ну я думаю, что нам понадобится 2-3 недели для того, чтобы ликвидировать впоследствии пребывания здесь пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И мы готовы будем в максимально короткие сроки приступить к своей основной деятельности, потому что пациенты есть, они звонят, никуда не делись. Вот и более того, есть больные, которым необходимо в том числе и срочно оказывать медицинскую помощь. Сейчас, в настоящее время, мы их перенаправляем в другие лечебные учреждения, в другие субъекты. В целом сегодня в Чувашии развернуто 1135 коек. Наличие свободных мест для больных коронавирусом – важный индикатор для снижения ограничительных мер в республике. Поэтому показателю наш регион пока отстает. При нормативе в 50% свободных коек сейчас есть только 30. Все койки и все учреждения работают с полной нагрузкой. Персонал подготовлен. Учреждения оснащены всем необходимым и средствами данной защиты, и лекарственными препаратами для лечения данной патологии. Для тех врачей центра, которые не захотят идти домой, оборудовали места для временного проживания и организовали питание. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика.